Ванжан, вот вопрос такой очень часто, ну, нам звонят или с нами связываются по скайпу, по всем, значит, средствам информации, мамочки, которые вот впадают в такое состояние даже не депрессии, а отчаяния, вот, которые, как бы, находятся вот на той грани, за которой уже ничего не хочется. Вот они, как бы, не опускают руки, они начинают понимать, что вот им кажется, что все это конец, что ребенок вот никогда не восстановится, что это вот все. И вопрос вот, что делать, он встает очень остро. Вот скажите, пожалуйста, ваш опыт, вот все-таки у вас ребенок достаточно большой, 13 лет. Ваш опыт, 10 лет, да, как я понимаю, вы вот с этим живете. Вот, о чем он говорит, были ли у вас такие моменты, или вы совершенно четко, определенно имели какую-то вот цель в этом? Вот чуть подробнее об этом, пожалуйста. Я всегда верила в своего ребенка, всегда верила, что он будет всегда нормальным человеком. И я обращаюсь к мамам, которые отчаялись, которые потеряли веру, которые не могут уже найти в себе силы. Я к ним обращаюсь. Надо верить. Надо верить и любить своего ребенка, чтобы он всегда знал, что он любим. И не теряйте веру, потому что эта вера, она такая вещь, которая даст вам дальнейших успехов в продвижении ребенка, в лечении. Ну, вот, как бы сказать это, верить надо в ребенка, в самого ребенка, и в себя верить надо, чтобы он, этот ребенок, продвигался, он, чтобы был нормальным человеком. И я через это, конечно, прошла, и я верила всегда, что мой ребенок будет здоров. И вот такой вопрос, как вам кажется, как вы думаете, ну, вы же не медик, как бы, нет у вас такого, такой подготовки, но вот здесь чисто как у мамы я вас спрашиваю, скажите, как вы думаете, вот это ваше ощущение, вероощущение того, что вот вы не сомневались ни на минуту, что ваш ребенок поправится, Алихан это чувствовал, вот он сам вот воспринимал то, что вы уверены в том, что он вылечится, или, как бы, вот, ну, без разницы. Ну, я в Алихане не могу, конечно, вот так сказать, что он чувствует, что он чувствует, да, но я думаю, что он, да, он ощущает, потому что он такой нежный ребенок, он такой ласковый, И он чувствует, что я, мама, что я верю в него, что он может стать нормальным человеком. Да, и это его продвигает дальше, стимулирует. Вот, да, вот этот момент, который, знаете, что происходит в ситуации, когда мама отчаивается, когда она опускает руки, когда ей становится, как бы, ну, вот, все равно, как будет, так и будет, пусть течет своим, как бы, вот, чередом, и все. Вот, вот, это очень сильно бьет по ребенку, потому что вот то, что мы сейчас в Баджан говорили, связь биологическая между матерью и ребенком, она очень сильна. И через мать, через ее, вот, веру, через ее усилия, через ее настрой, вот, это своего рода дополнительная таблетка, дополнительное лекарство для ребенка. Вот, вот, бывает, вот, расскажите, ну, ведь вы же не всегда, так вот, такая вот, боевая, бывают периоды, когда устаете, когда, вот, тяжело, ведь бывает в жизни, да? Да, бывает, конечно. Вот, как Калихан в этот момент себя чувствует, вот, как он, он ощущает это, это к вопросу о связи матери и ребенка, вот, он, он нам нужно к этому относиться? Он подходит ко мне и обнимает меня, вот, обнимает меня. Он всегда чувствует, поэтому, если мама настроена, ну, даже слово оптимизм здесь не подходит, если она уверена в том, что ее ребенок будет здоров, то ребенок к этому стремится сам. Вот, вот, такая вот, такая мысль, как вы, согласны с этим, вот, непосредственно говоря о вашем опыте, вот, все-таки вы 10 лет, ну, скажем так, боретесь вы 10 лет, стремитесь к выздоровлению, вот, да? К вопросу о том, что чувствует ли ребенок ваш настрой, вот, это вот очень важно, потому что депрессия и вот такая негативное отношение матери, оно бьет по ребенку очень сильно. Вот, давайте на минуточку пофантазируем, представим, если бы вы, ну, в какой-то период, пусть не постоянно, но в какой-то период опустили руки, как вы думаете, на лихонитр, как сказалось бы? Да. Ну, чисто гипотетически. Если бы я опустила руки, конечно, он бы отреагировал. То есть вот такого прогресса, таких моментов вы бы не достигли, да? Да, мы бы не достигли таких моментов, таких реакций, таких изменений, не достигли бы. Вот это вот, хотелось бы, чтобы это услышали все, вот, не от меня, как специалиста, не от Давида, да, понятно, а вот услышали от мамы, которая, в общем, ну, старается этого не допустить, причем я так понимаю, что вы стараетесь это не допустить не потому, что вы, как бы, вот, это знаете, потому что вы это чувствуете. Да, я чувствую это. Вот это идет именно от внутреннего состояния. Вот нам бы хотелось, я думаю, Жанна. Я никогда не сомневалась, что мой ребенок будет таким отсталым, никогда не сомневалась, что он будет не такой, как все, и я всегда была уверена, что он выйдет в норму. И будет тоже не такой, как все, но гораздо лучше. Да, да. Потому что мы вот к этому стремимся. Вот этот момент хотелось бы донести до мам, которые, ну, скажем, вот, отчаялись, которые не верят, если вы хотите здорового, и даже не просто здорового, а уникального, в хорошем смысле, вашего ребенка, вы должны к этому стремиться. Вот, да, Медбаджан рядом со мной, я думаю, что она меня поддержит. Вот, и вот два-три слова еще раз таким отчаявшимся мамам, как напутствие, пожалуйста. Да, мамы, никогда не отчаивайтесь, верьте в своего ребенка, и эта вера вас приведет к исцелению. То есть ребенок вас не подведет. Вас не подведет ребенок. Спасибо большое. Спасибо вам, Аркадий. Еще раз, да, еще раз удачи, счастья, и надеемся на приглашение на концерт вашего сына, вот, в первом ряду, пожалуйста. Спасибо. Всего доброго.